Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 23 октября, суббота, и хоть день сегодня выходной, речь пойдет о делах повседневных, я бы даже сказала о проблемах насущных. В гостях у меня сегодня замечательный человек Ахмат Махудинович Тибуев, председатель Крачево-Черкесской Республиканской Организации Работников Здравоохранения Российской Федерации, кандидат медицинских наук, доцент, преподаватель Медицинского института Северокавказской Государственной Академии. Доброе утро! Спасибо вам большое за то, что нашли время, пришли к нам в студию, потому что, в общем-то, поговорить есть о чем, но знаю, как вы заняты на работе, и вот решила именно на субботнее утро пригласить вас в качестве гостя. Вы знаете, Ахмат Махудинович, я, в общем-то, не скажу, что Фомане верующие, но как-то я все больше оглядываюсь назад и живу воспоминаниями тех лет, когда профсоюзные организации, в общем-то, очень много решали в нашей жизни. И скажу вам откровенно, сегодня у меня не совсем ясная картина вырисовывается, чем сегодня занимаются профсоюзные организации. Ну, в данном случае здравоохранение, да. Профсоюз здравоохранения Российской Федерации имеет свои субъектовые организации. Вот мы одна из них. Уже лет 30, как мы работаем в этом режиме, и добровольно вошли в ФНПР в свое время. Потому что вместе, сообща, легче добиваться тех целей, для которых созданы эти организации. Наша республиканская организация представляет из себя коллективы больниц, начиная от фельдшерских пунктов и заканчивая республиканской больницей. Даже и Минздрав у нас состоит на учете, в смысле, организация имеется у них первичная. 10 710 человек, вот на сегодня, если посчитать, это где-то 92-93 процента. От всей численности всех работников здравоохранения республики. Это очень хороший показатель. Он один из хороших показателей по России даже. Ну, что касается... Да, к тому же, в это же количество входит еще и более тысячи студентов медколледжа. Да. Если бы у нас был бы самостоятельный мединститут, юридически оформлен, безусловно, и они бы к нам относились. Но по тростливому принципу они относятся сейчас к Министерству высшего образования. Наша организация состоит из 41 первичной организации. То есть в каждой государственной больнице, сейчас муниципальных нет, все они перешли в разряд государственных, хотя обслуживает муниципальное население районов и городов. Вот мы имеем 41 организацию. 41 организацию плюс медколледж. И даже у нас есть одночастная организация. Это вот центр гемодиализа, который расположен на территории Республиканской больницы. Она тоже является членом нашей профорганизации. Чем мы занимаемся? Основные вещи. Это охрана труда, техника безопасности, защита прав членов профсоюза. Это очень серьезный вопрос. Мы стараемся не доводить вопрос сразу до суда, до прокурора и так далее. Стараемся решать вопрос на подступах. То есть проблему надо решать вовремя. Для этого нужно хорошее взаимопонимание с руководителями этих медицинских организаций. Раньше они назывались ЛПУ, лечебно-правительственные учреждения. Сейчас по федеральному закону 323 от 2011 года они теперь называются медицинской организацией. И вот мы на переходном периоде то так назовем, то так назовем их. Самое главное вопрос это взаимоотношение первичной профсоюзной организации и администрации лечебного учреждения. Если профессионально подходит главный врач к этому, то у него никаких проблем с профорганизацией не будет. Все вопросы решаются взаимосвязанно и взаимовыгодно. Но бывает так, что есть категория людей, которые получив какую-то должность хорошую, они начинают абсолютно вести себя как будто они на этом месте вечно и наследственно. Такого нет. Все они наемные. Сегодня. И самое главное, они должны понимать, что хорошая работа коллектива – это залог их долгой работы. Безусловно. Так же? А вот эти, когда идут недопонимания между профсоюзной организацией и этим, то это вносит какой-то раскол в слаженную работу коллектива. Этого, я думаю, в основном мы находим, почти со всеми главными врачами находим взаимопонимание и вовремя решаем все вопросы. Я так понимаю, что сейчас вы говорите об организации именно рабочего процесса. Кстати, вот эта цифра, которую вы озвучили, 90 с лишним процентов, она ведь говорит о том, что люди вам доверяют. Раз идут в профсоюзы, значит, решаются какие-то вопросы другого характера. Вы знаете, есть случаи, когда выходят из профсоюза, но потом почему-то заходят. Входят и выходят. Да, ну вот понимаете, мы не можем защищать тех людей, которые нарушили трудовой кодекс. Это нельзя делать. Мы ни работника не защитим, и если не прав главный врач, мы на его сторону тоже не встанем. И мы придерживаемся трудового кодекса. Это самый основной для нас закон. Кроме того, закон об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. И наверху всего этого стоит, естественно, Конституция Российской Федерации. Мы работаем именно по принципу «только статьи законов». Для этого у нас есть юридическая служба, но я очень громко сказал, к сожалению, наши финансовые возможности не позволяют содержать большой аппарат. Наш аппарат состоит всего из трех человек. Я председатель, правовой инспектор, она же заместитель, один заместитель на правах общественных и бухгалтер, она же одновременно и кассир. Вот все, весь наш... Не густо. Очень, даже не густо. Мы очень тяжело, нам очень тяжело бывает. Но мы, у нас есть варианты выхода на крупные организации, мы все друг связаны. Если есть вопрос, который мы не можем разрешить, выходим на Краснодар, выходим на Ставрополь, по необходимости, выходим на наш ЦК в Москве, и они нам дают исчерпывающие ответы, как нам действовать. Поэтому здесь больших проблем нет. Но самое главное, не доводить до правоохранительных органов. А часто такие ситуации случаются? Такие ситуации, вот несколько лет назад было, несколько ситуаций. Ну, к сожалению, неправильно повел себя, повела юридическая служба одной из организаций. Не зная всех тонкостей Трудового кодекса, были ущемлены права работников, но они восстановили свои права. Отрадно. Вы знаете, меня интересует опять-таки вопрос, который очень легко решался во время хороших, на мой взгляд, времен Советского Союза, когда с помощью наших профсоюзных организаций могли организовать отдых взрослым, детям, санитарно-курортное лечение, еще какие-то там, не знаю, вещи, которые облегчали нам жизнь. Вот смотрите, эта система была порушена, когда мы из социализма перешли в капитализм. Приватизация прошла очень серьезная, профсоюзы стали, они были, в общем-то, были в какой-то степени государственные профсоюзы в советское время. И они могли себе все, что вы перечислили, позволить. Но потом их отодвинули, они независимые профсоюзы стали. Хотя тут, безусловно, исключить административный ресурс невозможно. Тем не менее, сейчас вот наш профсоюз, конкретно наш, мы пользуемся возможностью санаторной сети ФНПР. Они членам профсоюза выделяют путевки с 20-ти процентной скидкой. Наш профсоюз, на одном из заседаний мы договорились, что надо часть денег держать для этой цели, не расходуем. Примерно, ну вот на сегодня мы, каждый, кто берет профсоюзную путевку, мы даем 4 тысячи рублей при нашей малой численности членов профсоюза и малого поступления взносов. Тем не менее, мы, вот 4 тысячи каждому работнику, кто идет на лечение, санаторию мы даем. Мы в случае траурных ситуаций тоже помогаем. Помогаем, когда идет процесс бракосочетания. Небольшие суммы, но тем не менее, мы стараемся отмечать. Ко дню медика мы даем большие премии. Вы знаете, я, хотя был всегда в хороших отношениях, будучи работником с той стороны, главным врачом и так далее, я долгие годы проработал. Я, когда перешел председателем, я начал смотреть, что оказывается мы не все делали. И профсоюз, единственная его задача, чтобы относились нормально в соответствии с трудовым кодексом к работнику. Всего-навсего это требуется от главных врачей. И если тот главный врач, который это понимает, он будет получать и хорошие результаты работы, и хорошее отношение коллектива к себе. Вот это я понял, когда перешел к председателям профсоюза. Я стараюсь в частных беседах главным врачам объяснять им. Ребята, сразу не надо ничего предпринимать. Взвесьте еще раз. Если вопрос сомнительный, посоветуйте с нами. Если мы не сможем этот вопрос расшифровать, мы обратимся к своим вышестоящим организациям, и они нам уточняют, как в этой ситуации эту проблему разрешить. Ну, многие главные врачи, слава богу, прислушиваются. И у нас есть даже такая номинация на День медика. За активное и положительное, я бы сказал так, социальное партнерство, мы отдельно главных врачей прямо на Дне медика награждаем почетными грамотами. И, как я иногда говорю, и наркомовские... Сто грамот. Да, да, ну так, да. Вот такое есть. Но скажите, а эти грамоты, они, допустим, при выходе на пенсию в какую-то роль играют? К сожалению, на пенсию только государственные грамоты. И то для того, чтобы получить, допустим, ветерана, насколько я помню, это были союзно-российского значения ветеран, он подразумевает наличие грамоты именно Минздрава России. А все остальное, это местного значения. Насколько... Там разница небольшая в деньгах, правда. Да и сами деньги совсем небольшие, к сожалению. Скажем, да, скажем откровенно. Ахмат Махудинович, мы с вами встречаемся вот в такой не очень легкий, вернее, я бы даже сказала, совсем нелегкий период для всех, для нас и для медиков прежде всего. Пандемия бушует уже два года, мы с ней боремся все вместе, но, как всегда, на переднем фланге, на переднем фронте у нас медики. И сейчас в социальных сетях есть публикации, что медицинские работники не получают обещанных выплат, что снизилась оплата вот за работу в красной зоне, за сверхурочную работу. Часто ли к вам обращаются за помощью, ну, для того, чтобы разобраться в таких ситуациях? Вы знаете, в основном руководство и республики, и руководство здравоохранения, ну, может быть, где-то вот какая-то задержка бывает по финансированию, это же федеральные деньги. Вот, ну, а так, чтобы вот коллективы жаловались, ну, не было такого, ну, были несколько звонков таких, я переговорил, сказали, да, вот сейчас деньги подойдут, все это будет разрешено. Поэтому в этом плане, если жалобы будут, безусловно, мы сразу же отреагируем и будем работать с руководством здравоохранения. Там прямая связь у нас, у нас очень хорошее взаимоотношение с Мездравом, так что здесь проблем не будет, если люди, конечно, обратятся. А так, мы не зная ситуации, ну, как заниматься этим вопросом. Как только появляется инцидент какой-то, связанный с невыплатами, ради бога, мы сразу же подключимся, получим разъяснение, объясним сотрудникам, с чем это связано. Ну, проблем тут нету. Подошло к концу время в эфире, мне хочется поблагодарить вас за эту беседу, очень интересную. И, пожалуйста, двери нашей студии всегда открыты. Если у вас будет желание что-то озвучить, чтобы вот с экрана телевизора вас услышали и ваши коллеги, и члены вашего профсоюза, большой такой организации. Сейчас я могу одно предложение? Конечно. Уважаемые жители Карачао-Черкесии, я вас очень прошу, надо привиться. Это очень важно. Не слушайте никого, не читайте ничего, все это желтое, все это нехорошее. Только прививка спасет и остановит вот это ковид. Спасибо вам большое за участие в программе. Хороших выходных вам. Спасибо. Друзья, я прощаюсь с вами, и будьте здоровы. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok